МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Ситуация близкая к катастрофе. В ковидных госпиталях края расширяют реанимационные койки. Удерживал в подвале 40-летний мужчина. Подробности похищения школьницы из Бийска. И новости из Токио. Бийский стрелок Сергей Каменский взял серебро Олимпиады. И сразу к хорошей новости. Бийский стрелок Сергей Каменский взял серебро Олимпиады. Спортсмен занял второе место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений. Из колена, лежа и стоя. К слову, это уже вторая серебряная медаль для Сергея Каменского. В этом упражнении первую он получил на летних играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В квалификации Вичанин показал лучший результат, но в финале в Токио уступил спортсмену из Китая. Напомним, на прошлой неделе Сергей принес в сборной еще одну награду – бронзу в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Реанимационных коек для тяжелобольных коронавирусом в крае станет на 37 больше. Напомним, ровно неделю назад свободных мест на весь регион оставалось всего 15. Кроме того, в ковидные госпитали поставляют новое оборудование. На закупку 80 реанимационных комплектов власти выделили более 200 миллионов рублей. Часть из них поможет развернуть новые места, другая заменит изношенные аппараты. Нагрузка на аппаратуру тоже в настоящее время достаточно большая. Если раньше пациенты, находящиеся в реанимационных отделениях, это в том числе были пациенты хирургические, которые не нуждались в ВВЛ, то сейчас это все пациенты, нуждающиеся в искусственной вентиляции легких. То есть аппаратура постоянно работает, поэтому, к сожалению, тоже периодически выходит из строя. Требуется замена, ремонт. Ну а количество тяжелобольных в крае продолжает расти. На сегодняшний день их число превышает 800. В главном ковидном госпитале номер 5 все 90 коек заняты. Пропавшую 12-летнюю девочку из Бийского района удерживал в подвале 40-летний мужчина. Данный факт подтвердили в Краевом следкоме. Напомним, школьница пропала 31 июля между двумя поселками Бийского района. Массовые поиски ребенка стартовали вечером в день исчезновения. В воскресенье 1 августа на берегу реки нашли одежду девочки, а в полутора километрах от этого места велосипед и телефон ребенка. Сегодня стало известно, что поиски завершились успехом. Девочку нашли живой. В сети появилось видео, на котором ребенок благодарит добровольцев, которые принимали участие в ее поисках. Огромнейшее спасибо всем волонтерам, добровольцам, знакомым и незнакомым людям, что приехали сюда и помогали искать меня. Известно, что девочка вернулась ночью 2 августа. Следователи установили, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Ориентировку возможного похитителя уже распространили в социальных сетях. Информацию о подозреваемом просит сообщить водил полиции по Бийскому району по телефону, который вы видите у себя на экране. Почти 3 миллиарда рублей. Такую сумму на сегодняшний день перечислил Пенсионный фонд родителям алтайских школьников. Напомним, пособия для учеников от 6 до 18 лет выплачивают в рамках президентской инициативы. Заявление на пособие начали подавать с 15 июля. Оформить его можно двумя способами – через портал Госуслуг, а также через клиентскую службу Пенсионного фонда. На 10 тысяч рублей, к слову, могут рассчитывать не только школьники от 6 до 18 лет. С 18 до 23 имеют лица с ограниченными возможностями, которые продолжают обучение по основным общеобразовательным программам. То есть данная категория у нас также охвачена и подают заявление. Ведомству дается 5 дней на рассмотрение заявлений, плюс 3 дня на выплату. Практика работы ведомства у нас идет. То есть мы буквально в режиме нон-стоп мы получаем заявление. То есть вчера родители подали заявление, на следующий день мы их получаем, на следующий день перечисляем. Крайний срок подачи заявления – 1 ноября. Кстати, на сегодняшний день Пенсионный фонд уже перечислил 2 миллиарда 978 тысяч рублей. Помощь получили 290 тысяч алтайских семей. Пенсии пересчитают. Занятия физкультурой станут не только полезными, но и выгодными. А летать в отпуск с семьей станет проще. Что изменится в жизни россиян с 1 августа? Пенсии снова пересчитают. Перерасчет выплат затронет тех ее получателей, кто официально проработал весь прошлый год. Прибавка будет зависеть от размера получаемой зарплаты, но не больше, чем 297 рублей. Любителям фитнеса доступен налоговый вычет. За занятия спорта можно будет вернуть 13% от их стоимости, но не больше 15,5 тысяч рублей. Деньги будут возвращать за занятия в фитнес-залах, секциях и бассейнах. Оформить возврат можно будет и за себя, и за ребенка. Но важная поправка. Вычет будут применять только к доходам, полученным с 1 января 2022 года. С 22 августа техосмотр транспортного средства для получения полиса АСВАГа будет необязательным. Из необходимого перечня документов уберут и диагностическую карту. Сейчас из-за недостатка станций техобслуживания, отвечающих требованиям, автомобилисты вынуждены покупать диагностические карты. Но напомним, по словам зампредседателя Госдумы по транспортному строительству Александра Сыровойтова, автомобилистам нужно адекватно оценивать состояние машин, потому что это грозит риском и водителю, и пассажирам. Участники программы «Дальневосточный гектар», которые успешно освоили землю, смогут взять второй участок размером в один гектар безвозмездное пользование. Такая возможность появилась у тех, кто уже приватизировал или арендовал первый участок такого же размера. Землю можно выбрать любую. Август – лучший месяц для семейного отдыха. На 46 направлений внутри страны авиаперелет станет доступным по льготной фиксированной цене. Один билет – от 4,5 до почти 11 тысяч рублей. Минимальный состав – один взрослый, один ребенок. Самые крупные точки страны, в которые можно будет попасть с выгодой – это Владивосток, Казань, Ростов-на-Дону и Калининград. Глава Барнаула Вячеслав Франк взялся за решение проблемы стихийного рынка у Докучаева, о котором мы говорили на прошлой неделе. Люди жаловались на плохой запах от торговли, антисанитариев и шум. Возможно, в этот раз их критика будет услышана. На солнце рыба, мясо, овощи и фрукты. Под солнцем все размораживается, начинается вонь. На запах жалуется целая многоэтажка, под окнами которой расположен стихийный торговый ряд. Жалуются на крыс, которые завелись от таких продуктов, и на шум от торговцев. Причем делают это жители уже много лет. Мы еженедельно выходим в средневые мероприятия, вместо делом политики, туда составляем протоколы. Но силового, либо какого-то иного метода воздействия на данных граждан, то есть мы составили протокол и ушли. По-другому мы действовать не можем. То есть мы силой, либо как-то там заставить жителей оттуда уйти, не торговать, у нас такого нет. Садоводам уже предлагали переместиться на территорию законного рынка Докучаева. Но торговцы остаются, в прямом смысле в тени деревьев. Говорят, на Докучаево для торговли нет условий. А там ничего не оборудовано. Никаких ни прилавков, ни палатков. Асфальт голый, и солнце пек. И как людям там торговать? Там же летом жарище страшное. Поэтому создайте условия людям, и люди пойдут туда торговать. Вячеслав Франк уже поручал администрации Ленинского района и руководителям профильных комитетов проработать варианты по обустройству точек продажи на Докучаевском рынке. Но теперь этот вопрос стал вновь. Глава города провел выездное совещание. Мэр подчеркнул, что с одной стороны понимает жалобы на шум, но с другой признает, что должна быть возможность спокойной и легальной торговли. Ну а некоторых жителей Барнаула возмущают уже не только цены на овощи, дефицит врачей или ямы на дорогах. Заборы вокруг школ – вот с чем не согласны общественники Краевой столицы. Кстати, некоторые эксперты с ними солидарны. Никакой эстетики, ограничения доступа, высокая стоимость установки. Тему продолжит Артем Гусельников. Была открытая площадка, а теперь появился забор. Территорию вокруг 27-й школы оградили, что возмутило жителей близлежащих домов. Говорят, люди часто ходили через территорию школы на спортплощадку. Но пройденные лишние метры – это не все, что их не устроило. Весь микрорайон туда ходит. И при этом появляется какой-то забор, которого никогда не было. А даже там, где и был он местами, он исполнял чисто декоративную функцию. А тут такое капитальное, массивное железное сооружение. Страшно представить себе, сколько на него потрачено. Может, 10, может, 15 миллионов. Я думаю, суммы исчисляются в миллионах. Другая причина недовольства – эстетическая. Как говорят жители микрорайона, теперь ее территория больше напоминает тюрьму, нежели учебное заведение. Вход во внутренний двор через арки заварен. Школьникам приходится обходить через запасной. На некоторых окнах решетки – вокруг забор. Архитектор Александр Деринг также согласен с этим мнением. Я сам лично, как архитектор, я категорически против заборов. Вообще категорически. Сейчас многие школы, детские сады и другие муниципальные учреждения обнесены заборами. Принято считать, что это делается с целью безопасности, однако многие урбанисты уверены в обратном. Так, например, Илья Варламов считает, что заборы только помешают покинуть территорию в случае угрозы. Ведь остается всего несколько узких выходов. Заборы – это никакое не препятствие. Ни для террористов, ни для кого. Это только действительно затрудняет и препятствует любым. И пожарной технике, и прочим экстренным каким-то взятиям. Мне кажется, это совершенно глупостей. Однако часто администрация школы не имеет возможности отказаться от установки металлических конструкций. Инициатива спускается сверху в виде обязательных требований, говорят в образовательных учреждениях. Прежде всего, требования к ограждению прописаны очень четко в санитарных нормах. Вот если мне память не изменяет, по-моему, пункт 3.1, ну, здесь еще вот нужно уточнить. Там как раз четко прописано, каким должно быть ограждение – цельным, локальным и так далее. Однако территория школ, которая считается общественным пространством и доступ, который должен быть открыт для всех желающих, не становится закрытой с появлением ограждений. Как говорит юрист Сергей Киселев, школы вправе делать это даже по собственной инициативе, без дополнительных указаний. Нарушения в таком случае зафиксировать не получится. В данном случае руководство данного учреждения, оно несет не только ответственность за сохранность всего имущества, но и за сохранность и безопасность тех лиц, которые в данной организации работают, либо находятся в течение всего периода существования данной организации. И хоть урбанисты негодуют, скорее всего, в ближайшее время ситуация не изменится. Как говорят сами эксперты в области градостроения, большая часть российских жителей просто не обращает внимания на заборы. Настолько привыкли их видеть. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. С сегодняшнего дня жители России могут подавать заявление о голосовании в сентябре на любом удобном участке. Система «Мобильный избиратель» подойдет в первую очередь тем, кто в период голосования с 17 по 19 сентября будет находиться далеко от дома или даже в другом регионе. Включить свою фамилию в список избирателей по месту пребывания можно через портал Госуслуги, МФЦ или территориальные избирательные комиссии. Крайний срок – 13 сентября. И к другой теме. 91-ю годовщину со дня образования сегодня отмечают воздушно-десантные войска. За всю свою длинную историю ВДВ прошли длинный путь от авиадесантных отрядов до отдельного рода войск, которые называют элиты российских вооруженных сил. Как десантники отметили свой праздник в условиях ковидных ограничений, расскажет Маргарита Гартенг. Барнаульца Леонида в армию отправили в Афганистан. Говорит, сначала попал в другие войска, но всеми силами добился того, чтобы его перевели в ВДВ. За три года 48 раз пересек перевал Саланг и участвовал в боевых операциях. Службу вспоминает до сих пор, иногда даже со слезами на глазах. Когда она кончилась, я не заметил, как она прошла. А когда она начиналась, я говорю еще раз, она никогда не кончится. Но опыт, который еще был приобретен во время подготовки в Советском Союзе, потом во время службы в Афганистане, он даже в данный момент, уже по прошествии 30 с лишним лет, он пригождается в жизни, в работе, в общении, во всем. Служил в Черниговской дивизии, самая боевая, самая любимая дяди Васи дивизия. В артполку служил, тоже его любимый полк, дяди Васи. У нас больше всего героев Советского Союза. Обменяться историями, почтить память сослуживцев, 2 августа десантники приходят в Дому афганцев. «Никто, кроме нас» – символическая фраза, услышать которую можно отовсюду. Из-за ковидных ограничений барнаульских десантников попросили провести праздник кругу семьи. Но для военных семья – это братья по службе. И традиции здесь ждут. Поэтому сюда приходят с женами и детьми. Я надеюсь, что мои сыновья будут поддерживать эту традицию вместе. Пойдут служить в эти же войска. Да, Сырыш? Пойдешь служить? Ты где хочешь служить? В десантных войсках? У малыша еще есть время определиться и впитать культуру ОДВ. Кстати, праздник прошел прилично. Никаких фонтанов и бутылок. Тем более, специально для встреч в Барнауле накануне открыли сквер десантников, где ежегодно будут встречаться алтайские военные. Кстати говоря, при строительстве сквера не пострадало ни одно дерево. Поэтому новое место встреч будет нести по-настоящему добрую и чистую атмосферу. Маргарита Гартунг, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле появился ангел, а точнее очередной арт-объект от художника Николы Питерского. Автор уже по традиции разместил свое творение в сквере на улице Ускова. По словам художника, объект выполнен из того, что окружает жителей района. За основу взята техника скретчинг, одна из самых вандальных форм граффити, которая заключается в выцарапывании на стекле или бетоне. Ранее Никола уже заполнял уличную пустоту сквера на Ускова красивыми галереями. Главная цель его выставок – показать людям, что изменять город в лучшую сторону можем мы сами. Художник хранит ореол таинственности. С журналистами на камеру он не общается. Посыл автора оценивают эксперты. Я понимаю жителей новостроек, у которых кроме возведенных квадратных метров мало благоустройства, мало что радует глаз и хочется привнести какую-то дополнительную эстетику, дополнительные какие-то точки притяжения, которые будут привлекать, будут ассоциироваться у жителей с этим местом. Можно будет назначать встречи у каких-то арт-объектов или каких-то таких предметов благоустройства, среды. Поэтому инициативы положительные. В новой экспозиции крылья выполнены в стиле молодых граффитистов. А вот сами символы Никола позаимствовал у ацтеков из скифов. Керамическая маска – это студенческая работа, которая пылилась много лет, а теперь обрела вторую жизнь. И на этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова